Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дай сюда Профессор выхватил у меня срок документы и тщательно начал их изучать Ну что там? Куда вы теперь спешите? Скажите спасибо, что эта аномалия искусственная перестала расти Я по привычке включил телевизор и начал смотреть новости Доброй ночи дорогие зрители Доброй ночи дорогие зрители В эфире срочный выпуск новостей в студии Михаил Финич Ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения резко обострилась Как сообщают источники, сегодня ночью на территории ЧЗО Произошел мощный взрыв по неизвестным причинам В следствии чего границы ЧЗО резко увеличились и продолжают расти Стадо невиданных животных ринулись от центра ЧЗО к новым границам Тем самым прорвав периметрах раны ЧЗО Вот небольшой отрывок происходящего на месте событий Сейчас ничего точно утверждать мы не можем Но тот факт, что Зона растет Подтверждает показания датчиков по нормальной активности Довольны? Профессор выключил новости и повернулся к нам Все вопросы к нему Я тыкнул пальцем на Диму А я тут при чем? Ты же не сам решил провернуть эту аферу Кто тебе подсказал? Никто Давай, чтобы я тебя сейчас не вмазал Ты мне все расскажешь, как было Я уже сам начал понимать масштаб катастрофы Ну, подошел ко мне в баре какой-то человек Предложил очень большие деньги Я и согласился У меня жена и дети, а денег мало Вот я и... Посмотрите на него Жена и дети у него А что теперь делать будешь? Зона растет Такими темпами уже через три дня она приблизится к Киеву Куда детей спрячешь? Не знаю Грустно произнес Дима Профессор, что скажете? Какие могут быть варианты? Вы как никто другой знаете Зону Проблема создана не зоной, а людьми Что-то мне подсказывает, что без помощи самой зоны мы не справимся В каком смысле? Я почесал затылок, изображая непонятливого Мутанты почувствовали опасность и убежали подальше от этой аномалии Следовательно, их сейчас либо нету вообще, либо очень мало Зону начало уничтожать изнутри Она стала расти, чтобы совсем не исчезнуть Постое чувство самосохранения А оно есть только у разумных существ Вы хотите сказать, что Зона разумна? Более того, она материальна И скорее всего имеет биологическую оболочку Вам надо ее найти Отправляйтесь быстро на АЭС Пошутил, юмор имеешь Либо так, либо не так Я мысленно согласился с идеей профессора И мы с Димой стали собираться в длинную дорогу Сомневаюсь, что возле центра зоны будет спокойно Ну, не бывает там спокойно Взяли с собой все, что только влезло в рюкзак Было тяжело Но и с пустыми руками я туда не полезу Лучше сразу пристрелите, чтобы не мучился Кто же мог подойти к Диме в баре? Я размышлял над этим очень долго И тут мне резко, как молнией, ударила одна мысль Когда-то давно был у меня знакомый сталкер Другом я его не назову Иногда попивали и все на этом Звали его Максим Я даже кличку не запомнил В общем, напился он и стал мне всякую херню рассказывать И случайно проболтался, что ему предложили очень большую сумму денег За то, что он достанет какие-то документы с научной базы Не заработал парень денег Застрелили его военные еще на подходе к базе Суть в том, что это был Монолитовец Эта группировка, по слухам, была уничтожена группой сталкеров еще очень давно Их с тех пор действительно никто не видел Вышли мы сразу, как только собрались Было это почти под утро, так как начало светлеть На траве начал появляться иней Дом профессора находился уж очень близко от периметра зоны Когда я вышел из дома, то сразу же остановился Вся жизнь перед глазами пролетела Всего сантиметров пять от меня крутилась аномалия Мои волосы резко стали торчком Ищу шаг, и я был бы трупом Влазим через окно Думаю, так будет лучше Настоящие герои не ищут простых путей Скоро чувствую, мы станем героями посмертно Бывай, профессор Я махнул рукой и выпрыгнул с окна Бывай, профессор Продолжение следует... Пришлось идти и до периметра, проверяя каждый метр квадратный. У меня в голове царил страх новых аномалий. Вдруг они невидимыми бывают? Я попытался откинуть прочь плохие мысли. К тебе в баре подходил монолитовец. В этом можешь быть уверен. КОНЕЦ КОНЕЦ Оружие к бою! Чего ты так решил? Ты не первый. А если бы и тебя убили, то поверь, не был бы последним. Я слышал, они все мертвы. Значит, не все. Они что-то задумали. Может, даже знали, что зона расти начнет. Фанатикам выгодно это – расширить свою зону влияния. Мне в грудь ударилось что-то тяжелое, приятное пахнущее и живое. Я не знаю, как еще можно описать первое ощущение. Это была девушка. Очень красивая. Среднего роста и худого телосложения. О, ты кто? Стас, ты меня не узнал. Прости, но нет. Неделю назад в баре. Мы еще тогда к тебе поехали. О, вспомнил. Имя только напомни, пожалуйста. Диана. Вспомнил. Что ты тут делаешь? Там эти существа. Она ткнула пальцем в сторону, куда мы собирались идти. Вот знал я, что не все мутанты убежали. Не будет так все просто и гладко. С автоматами в руках мы аккуратно пошли в ту сторону. Впереди был холм, на котором лежало поваленное дерево. По словам Дианы, мутанты были прямиком за холмом. Мы медленно выдвинулись в том направлении. Думаете, мы герои, которым надо отомстить за красивую девушку? Да нам эта девушка нужна так же, как слону валенки. Мешать только будет. Просто АЭС находится в том же направлении. А обходить очень долго. Только мы поднялись на него, как вдруг резко на нас побежала огромная стая крыс. Я отпрыгнул вправо, а Дима с Дианой влево. Последовал громкий женский крик. Баба, что с ним взять? Крысы явно бежали от чего-то. Если бы обстоятельства были другими, они бы за секунду нас сожрали бы и пошли искать другую добычу. Повезло, так сказать. Они прошли. Хватит орать, мать твою. У меня стали нервы. Надо двигать дальше. Отметил Дима. Дальше мы шли без происшествий. Отметил Дима. Отметил Дима. Через 4 часа мы уже видели на горизонте знаменитую станцию АЭС. Красиво, не поспоришь. Радиация в этих местах была, но, как ни странно, ее было меньше, чем по окраинам зоны. Это все очень легко объяснить, если знать, как произошел взрыв на станции. По дороге мы зашли в первый попутник. попавшийся дом, где мы и оставили Диану, дав ей еды и воды. Сказали, что на обратном пути мы ее заберем, если, конечно, выживем. Но это я не стал говорить. Ты знаешь, где находится исполнитель желаний? Конечно, каждый день там гуляю от скуки. Понял. Походу разберемся. Вот именно, что походу. Я даже представить себе не могу наш разговор с зоной. Она телка, мы мужики. Найдем общий язык. Ты свои фантазии оставь при себе. Вот уже и сама станция, прямо перед нами. Такая большая, что аж мурашки по коже. Кто не стоял возле нее, тот не поймет. Но эта красота обманчива. Она принесла нашему миру слишком много неприятностей. Быстрее б эта история кончилась. Не нужен мне этот геморрой. Ну что, с Богом? Лучше сюда идти. Она всегда помогала сталкеру в трудную минуту. Мы зашли в огромную открытую дверь. Через нее когда-то проезжали поезда. В конце этого огромного помещения находился люк для персонала, который вел глубоко под станцию. Что-то мне подсказывает, что именно нам туда и надо. Когда мы оба оказались на лестнице, люк закрылся. Сам это не сделал бы. Он весит килограмм сто, не меньше. Стало резко тяну и дужно. Счетчик просто разрывался от радиации. Приду и буду лечиться водкой. Хотя это и миф, но верить во что-то же надо. Внизу у нас встает длинный коридор. Со стен торчали штыри. Наверное, по ним куда-то шла проводка или что-то типа такого. Лабиринт, мать его. Мы ходили по этим коридорам, пока не нашли схему, висящую на стене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... В итоге, через 10 минут мы вышли в помещение с проломленной крышей. Обломки вместе с кучей земли лежали прямо перед огромным сверкающим камнем. Ситуация становится критической. От радиации стало темнеть в глазах. Пошел необратимый процесс. Так и знал, что кончится это все очень плохо. Пожертвовал собой ради чего? Ради людей, которые сами себя медленно уничтожают. Взять в пример хотя бы АЭС. Сколько в ней людей погибло? И не только сталкеров? Если так подумать, то спасать в этом мире уже нечего. Люди то и делают, что сидят в своих телефонах, горят и бьют. Ценностей в жизни для них больше нету. Они перестали читать книги. Все, что сейчас читает молодежь, так это надписи на заборах. Наверху груды обломков Дима упал. Не от того, что споткнулся, а от того, что радиация начала уничтожать организм. Я упал на колени рядом с ним. Дима упал на колени. «Ну, давай же! Где ты?» Я орал так сильно, как только мог. Как и следовало ожидать, никто не отреагировал. Я попытался встать на ноги и тут же сразу упал. Этот процесс повторил трижды, а на четвертый у меня все же это получилось. Прошел метров десять и опять обессиленный упал. Я был уже в бреду и не мог понять, это реальность или мне мерещится. Что вы хотели? Помощь твоя нужна. Мы не знали. Ну, я согласна. Вы действительно можете все это исправить. Догадай желание у камня, и оно сбудется. Хочу, чтобы всего этого не было. Я прокричал и потерял сознание. Открыв глаза, я не почувствовал разницы. Дима лежал и не двигался, а у меня все так же болела голова. Завибрировал ПДА. На экране было высвечено сообщение от профессора. Аномалия исчезла. Зона перестала расти. Круто это все. Вот только не для меня. Кожа на руках пожелтела. Волосы стали твердыми и хрупкими, как солома. Я не сдержался, и меня вырвало. Вот и кончилась жизнь моя. Может, этим поступком мне все грехи списали? Краем глаза я заметил движение возле Димы. Его подняли какие-то люди и куда-то унесли. Те же самые уже через пять минут несли меня. В глаза ударил яркий свет. Запах медикаментов давил на нос. Отчего-то хотелось кашлять. А очнулся я? Спросил незнакомый голос. Типа того. Где я? Все там же, под саркофагом. Ты в курсе, что ты нам весь план испортил? Это аномалия временная. Зона должна была вырасти до невоображаемых размеров. И все человечество было бы уничтожено. Мы знаем. Так должно было произойти. Единственное, что было упущено из виду, так это исполнитель желаний. Он способен сделать все, что только загадать. Монолит. Прервал я его. Он самый. Нас не уничтожить, мы всегда возвращаемся. Я тебя прошу. Меньше пафоса. Ты пока отдыхай, пока можешь. Скоро будет недал отдыхов. Он ушел и закрыл за собой. Я не знаю, что он хотел этим сказать. Но чувствую, что ничего хорошего мне ждать не стоит. Я забыл, кто я есть. У меня нет цели в жизни. У меня не осталось ничего из прошлой жизни. Теперь я солдат, безжалостный убийца, у которого нету сострадания и жалости. Я монолитовец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА